Друзья, приветствую вас! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Продолжаем наше видео о том, как улучшать качество жизни. Как вы знаете, уже в течение 20 лет я провожу процессинг, лодитинг и помогаю людям в улучшении состояния. Сегодня как раз я хочу рассказать о том, что такое лодитинг, ну и немножко больше о себе, поведать свою историю, потому что люди, которые смотрят, они вот как бы видят, да, этот посыл, посыл вот этой доброты, который я, по сути, это самое важное, что я хочу передать, то, что изменения возможны, и любое состояние можно исправить. Вот в этом-то и суть лодитинга, что какое-либо ни было негативное состояние, с ним можно справиться. И когда мы видим какие-то негативные воздействия на нас, да, люди часто отчаиваются, они думают, что все, с этим никак не справишься, что это все раз и навсегда, особенно то, что касается заболеваний. Ну, как вот уже выяснилось, да, что заболевания являются психосоматическими, то есть подавление влияет на то, что мы начинаем болеть, начинаем ухудшать свое состояние, и самое главное, что мы еще и сами себя подавляем. То есть когда мы делаем какие-то разрушительные действия, проступки совершаем, да, то мы начинаем их утаивать и постепенно разрушаем сами себя. И вот в этом-то вся суть. Этичность, да, то есть в чем она заключается? В том, что мы можем быть честными, правдивыми, ответственными, то есть брать ответственность за свою жизнь. По сути, этого я и учу людей. То есть в каком плане? Да, то есть я помогаю человеку понять свою жизнь лучше. То есть сделать так, чтобы человек посмотрел на свою жизнь и переосознал ее. То есть понял, что в его жизни, например, идет не так, почему это так происходит таким образом, и взял ответственность, и начал менять свою жизнь. Вот я начал менять свою жизнь примерно 20 лет назад, когда я познакомился с Одитингом, познакомился с саентологией, с дианетикой. То есть я пришел в организацию и увидел других людей. То есть людей, которые более осознаны, более понимающие, которые видят жизнь иначе. То есть и мне было важно то, что я могу теперь общаться совершенно с другими людьми. То есть с теми, которые понимают меня, я понимаю их, и самое главное, они могут помочь, они знают жизнь. И вот когда я пришел, у меня тоже не было понимания, что это такое. То есть не было доверия, не было в принципе как бы достаточно стимула, то есть намерения, чтобы этим заниматься. Но постепенно оно появлялось. Почему? Потому что я видел результат. Я видел результат и у себя, и у других людей. И вот результат это, наверное, самое важное. То, о чем я вот с чего начинал, что с любым состоянием можно справиться. И вот результативность. То есть Одитинг это действенная методика. Я ее даже не сравниваю с какими-то другими методами. Почему? Потому что нет необходимости сравнивать. Есть разные методики, и каждая методика в той или иной степени эффективна. И вот в данном случае я знаю просто, что Одитинг эффективен. Вот я не перепробовал все разные методики. Что-то пробовал, что-то нет. Где-то я могу быть, скажем так, компетентным, где-то нет. И вот когда меня спрашивают, в чем ты компетентен? Я компетентен в том, чтобы помогать человеку ощущать свой разум, свое сознание, и становиться более осознанным. Вот в этом моя компетентность. И это я и делаю, этим я и занимаюсь. И получается, что чем больше я этим занимаюсь, тем больше повышается мой уровень, моя компетентность. Соответственно, я лучше могу помогать другим людям справляться с негативными состояниями и улучшать их. Вот в этом вся и суть. То есть, когда я это делаю, я помогаю человеку переосознать то, что произошло с ним, и убрать оттуда негативный заряд. Точнее даже мы убираем негативный заряд, и происходит переосознание, то есть, озарение. Человек начинает чувствовать себя лучше, он понимает, ах, вот почему это происходило со мной. То есть, если, например, у человека какое-то заболевание, он понимает, почему оно возникло. То есть, не просто логически, а происходит изменение на психоэмоциональном, энергетическом уровне. Вот в этом суть. То есть, помочь человеку убрать заряд, и, соответственно, тогда его состояние выправляется. То есть, не то, чтобы там мы говорим, ну, как, знаете, как сейчас говорят, позитивные утверждения, да, или позитивная психология аффирмаций. Нет, здесь важно сначала расчистить, то есть, место, да, чтобы это не влияло на человека. И когда это влияние негативное мы убрали, тогда человек может осознанно действовать во благо для себя и для других людей. Вот таким вот образом. И, соответственно, человек начинает жить этичной, честной жизнью. Вот потому что неэтичность, она когда появляется, когда человек пытается справиться с какой-то проблемой. Например, у человека нет денег, да, он идет там, ворует. Или там у него нет, не знаю, хорошего состояния здоровья, он начинает пить какие-то лекарства или употреблять там алкоголь, не знаю, наркотики, да, чтобы каким-то образом справиться с болью. То есть, есть негативное состояние, но человек не знает, как с ним справиться. И вот в чем суть у дейтинга? В том, чтобы помочь человеку справиться с этим состоянием максимально эффективным способом, действенным и этичным. То есть, чтобы не было какого-то побочного эффекта. Потому что, ну, например, вы понимаете, человек может принимать препараты, но это будут побочные эффекты. Ну, и, соответственно, человек просто снимет симптомы. Вот, то есть, он не справится с сутью своего заболевания. Вот, чтобы действительно справиться со своим заболеванием или улучшить свое состояние, важно двигаться глубже. И вот у дейтинга – это постепенная шкала, постепенные шаги, которые повышают осознанность человека. То есть, это не то, что, ну, вы знаете, бывает там, человек хочет, о, вот мы сделали одну сессию, и все, человек исцелился на всю жизнь. Нет, одна сессия – это только начало. Это начало пути. А в целом, это путь, который ведет человека к состоянию счастья, к состоянию осознанности, к состоянию ответственности, к этичности. То есть, в этом вся суть. То есть, это постепенный подъем по шкале тонов, по уровню осознанности. И вот в этом, как бы, я и помогаю человеку постепенно увеличивать свой уровень осознанности шаг за шагом. То есть, и когда естественного человека осознанности появляется больше, он лучше справляется со своей жизнью, он понимает вообще, в принципе, что с ним происходит и почему это с ним происходит. Вот таким образом я помогаю человеку улучшить свое состояние. Давайте сейчас сделаем небольшой такой процесс, посмотрим, как это работает, чтобы было понимание, как работают сессии. В целом, сессия – это время, когда мы делаем процесс, да, то есть, когда я даю какие-то команды, задаю вопросы, направляю внимание и помогаю пройти через определенные случаи, инциденты. И вот в этот момент это время называется сессией. Вот давайте сейчас сделаем такую небольшую сессию прямо онлайн, и вы посмотрите, как это работает. То есть, сядьте и лягте в удобном для вас месте, чтобы никто не отвлекал. Вот, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Вот. Почувствуйте, есть ли в этом пространстве какие-то вещи, которые на вас влияют. Вот. Это могут быть эмоции, ощущения, какие-то негативные восприятия. Ощутите их максимально глубоко, посмотрите, откуда они приходят. То есть, ну, в случае, откуда они приходят. Вот. И выберите один из этих случаев, который максимально, ну, скажем так, сильно влияет. И перепроживайте его. То есть, перепроживание, это когда вы возвращаетесь туда и проходите через случай со всеми эмоциями, ощущениями. Такая вот методика используется в бодитинге. Вот, когда мы проходим случай, то есть, происходит перепроживание. То есть, пройдите через случай, один раз перепрожили, второй раз, третий раз. Вот. И так вот, пока вы не исчерпаете весь негативный заряд. Если вы чувствуете, что заряд не вышел, не выходит, то двигайтесь глубже. В более ранний подобный случай, где было подобное ощущение, вот, например, эмоцию, взяли какую-то эмоцию боль. Двигайтесь в более ранний подобный случай. Прошли его несколько раз, потом еще более ранний подобный. И так, пока вы не дойдете до самого раннего. Вот. Когда вы его дошли до самого раннего случая, то перепроживите его до полного исцеления, пока вы не почувствуете что там больше ничего нет то есть когда вы почувствовали исцеление наступает переосознание и у вас состояние улучшается то есть появляется такое ощущение что вы исцелили что тут больше нет негативного заряда происходит понимание озарения вот таким образом происходит сессия да то есть это просто такой краткий экскурс вот и когда я делаю сессию дата мы двигаемся все глубже и глубже и находим эти случаи перепроживаем их и исцеляем то есть сессию лучше всего делать не самостоятельно а вдвоем то есть либо с человеком кто обучен этом либо вместе обучиться и проводить это друг другу на парни вместе с напарником таким образом это лучше всего работает и себя провожу как сессии так и обучение аудитингу вот все мои контакты указаны под этим видео поэтому можно записаться либо на аудитинг процессинг либо на обучение либо просто провести консультацию если необходимо узнать больше то есть консультация бесплатно аудитинг процессинг уже идет за оплату также в описании мои две книги это мир и вечного познания полное исцеление можете их скачать прочитать по ссылкам в описании к этому видео также в описании будет практика которую вот я сейчас давал ее можно применять либо с напарником либо самостоятельно вот если это видео вам понравилось то поставьте отметку нравится это палец вверх включите колокольчик как напоминание новых видео они выходят на канале у меня ежедневно и конечно же подпишитесь на мой канал если вы еще не подписчик и поделитесь этим видео с вашими друзьями в одной из соц сетей или можно даже в нескольких вот и конечно же мои видео можно смотреть на моем канале ежедневно пишите комментарии вот сейчас у вас еще на экране появится парочка видео это о том как изменить судьбу тоже о процессинге практика процессинга счастья более подробное видео тоже можете посмотреть и применять своей жизни вот подписка на мой канал и мой сайт заходите смотрите там больше информации обо мне и процессинге вот буду рад вас видеть друзья все мои контакты указаны под этим видео напомню меня зовут шевченко александр это канал академии счастья вот на сегодня будем заканчивать друзья всего вам доброго и до скорой встречи